Вот очень интересная ситуация. Вот посмотрите, у нас губернатор есть, кстати, очень замечательный человек. А губернии-то у нас нет, у нас область. А вы, Владимир Вольфович, уже давно предлагали области не просто перерекновать, а сделать губернию. То есть это оптимизация структуры власти, иная система общественно-государственного партнерства. То есть давайте подумаем, что мы, Владимирская область, как и другие области России, им вернуть их исторические названия, Владимирские губернии. И народ-то на бытовом уровне, все называют вас губернией, понимаете? То есть это соответствует нашей исторической правде. Второй вопрос, если можно. Как вы относитесь к возрождению земства, русского земства, как основу общественно-государственного партнерства. То есть я имею в виду и усиление в полномочиях местного самоуправления, и общественного самоуправления. Это уличкому, домкомы, старосты. То есть те люди, которые ежедневно по месту своего жительства решают проблемы самых простых людей, как наши граждане. И хотелось бы пожелать успехов. Мы настроены помогать. И вот ваши опасения по поводу того, что законодательное собрание чрезмерно больших полномочий на себя берет по утверждению вице-губернатора. Вы вспомните русскую традицию Вечи. Во многих городах древней Руси князей утверждало общее собрание жителей Вечи. То есть это соответствует нашей традиции. Ну а мы, безусловно, будем помогать во всех хороших начинаниях. Спасибо. Я тоже, вы понимаете, почему вызвал подозрения? Что вы раньше-то не сделали. Если вы сделали 10 лет назад, то вообще вы не касались. Вы купально зарядили, за день. А раньше многих депутатов не было здесь. Мы новыми. Я согласен. Все равно, когда уходящий губернатор срочно меняет баланс сил, пользу ЗАГСа в районе, то это вызывает немножко такое недопонимание. Уходят в губернатор, все. Не надо ничего трогать. Уходите, обо всех будет хорошая память. Все молодцы. Когда второпят, скорее, так сказать. Ты знаешь, как вариант? Собираются развалиться с женой, и скорей переводит имущество на манину своего, на родственную. Чтобы жених досталось. Вот такой принцип. Что же вызывает подозрения? Что ты побежал к Натальше? Все, прибежало нам вместе. Женщине нельзя лежать. Ну вот, я бежал, я бежал. Говорю, все с ней переполнены ныне. Поэтому я согласен вечером. Вечер невозможно сегодня. Попробуйте собрать людей в Владимире. Как это будет решать? Я говорю, почему вы бери выбор из директора? И отказались. Потому что самый строгий директор был пройден в выбор. Выбирали доброго. Который пропускался, несуны, пьяницы. Все, да, давай, да, ладно, ничего. То есть опасно. Психология большого коллектива. Люди не хотят дисциплины. Талантливые одиночки. Понимаете? 5% людей склонны к творческому труду. К частным, собственным, каким-то вариантам. Частного бизнеса. А 90-е рецепт, это пошли не в черт. То есть частный бизнес, частная собственность. Вот в чем проблема. Психология. И сегодня мир по-другому устроен. Поэтому, ради бога, можно 10 раз наделить самые разные полномочиями. Но если вы будете согласовывать те клинтатуре, которые представят губернатор, проблем их нет. Но тот факт, как старопаритель это сделает, впечатление, что кто-то хочет помешать ему сформировать команду. Чтобы он в том опьянии, что он полгода не может команду сформировать. Но я и надеюсь, что вашу разумность шло. Вам такой смысл отказывается в голосовании, если губернатор представит достойных людей. А он других не может представить. Не нужно, чтобы команда работала. Все у нас или еще?